Ну что, друзья, у нас быстренько и РМК, с вами опять же Айс Найс, у нас в квалификации Star Series, играет Тим Сларк против команды Прайс. Сейчас у нас быстренько перевыберут героев, и у нас начнется игра. Команда Прайс. У Виспа какой-то символ, в общем Висп, это пятый игрок команды Прайс, следом есть другие игроки. Паллен Теппенер играет на Дедрапторе, Арк Найт играет на Хаос Найте, нормально. В Дебилл и В Вайт Сити играет на ДК, и Майки или Микки играет на Свардари. Вот такие вот у нас дела. Ну что, у нас команды распределяются более-менее по лайнам. Ф-спирт у нас будет стоять, Солова, Ботти, Инвокер на Меду, Феникс от Портики, Филид, Сларк. Интересно. Смонтаж будет стоять с Дезраптором, АТО. Ммм, интересно, интересно. А Хаос будет виспом на Ботти. Необычно, дабло на дабло я очень давно уже виделся. В данном случае, в любом случае, у нас будет три планки дабло и дабло профил. Так что будет довольно-таки интересно. Так, Инвокеру я не знаю. Не подходить бы лучше, кроме. Так, и так происходит, а он не успевает. Вигра у нас накинуть стан, но в любом случае, возможно, уйдет. Ой, Сларк у нас немножечко. Ну, я ведь, хорошо, что затупил, но мог бы быстрее Терагерти накинуть. Второй, закидывается Санстрак, Инвокер получает. Проливает у нас первая кровь. Пиф Майки. Ну и, конечно, Фердбат зарабатывает у нас Сларк. Всем немножечко по голды, всем немножечко поиспы. Но, все равно, приятно. Инвокер заработал у нас 290 голды. Ой-ой-ой, Сларк тут может стоять. Прыжок бы ему вскоре не дать. Потому что приседает он довольно-таки неплохо. Ух, если бы он сейчас еще не станет сандар включен, он был убрать. Да, просил на Сларк, правда он закупил 108 тангусиков. Интересно. Эспиридж у нас тут решил не банить. Он крипов большой. В итоге, везде сделаю дабл стак и отводят крипов. Ну, теперь у нас, теперь за счет этого не получится. За один стак крипов и спы, и как минимум, и голды, и уши, и подамк. Да, ну, у нас иного, кажется, за счет форжей будет стараться гнать. Найта, но посмотрим, как играл в дальнейшем. Интересно, сэндовой. Так же делать от нас отвода феникс. Хотят нас отводить их спы, но слишком долго бил крипов фени у нас. Свет, вот и выше. Да, ну, а здесь спам крипов не заблочили игроки. Манды Прайс. Винге Фу Спирит у нас тут выходит на Слардар, а правда не накидывается там. Кто-то сдает Слардар. Станкью. Ну да, после First Blood у нас что-то особо не разменялись, пока герои ничем. Не старайтесь друг друга убивать, так чуть-чуть выходит, шугает друг другу, но не более. Какие тут на отдаленном расстоянии друг от друга находятся, прям, там, микро такой. Почему не докер отправил форжа, но не полкруно. А, ну да, это старый добрый тактик. В принципе, пропускают крипов перед подвышечку, ты не можешь отбежать грудной. Но тут взлетают на Эспирит, Дабл Дэмод через у нас угол Эспирита. Правда, у маны не хватает Эмблокер, и Котс, и правда, долго так работал. Эх, Эспирит, у нас был вкачать первых спел, а что он вкачал третий, не понимаю. Потому что он его не дал проп, попросту. А так бы забрали ДК. Однако у нас тут вырывался в очередной раз Эспирит, но опять-таки, я же говорю, маны нету Эмблокера. Что вы надеялись? Надеюсь, что с руки забьете? Заря. Дамин же просто не хватило. Вот так вот. Пытаюсь сделать. Чё один фраг? Сбарк? Но не вышло. Как-то это звучит странно. И команда, и Тим Сларка не звучит. Буду просто сказать, Тим Сларка. Сларк у нас тут гонится за Дезераптором, попытается его забрать, но смыл слишком быстро, он станет, но захилит его тут его Феникс. Феникс же у нас пытается догнать Дезераптора, чуть-чуть остается у него 20 хп и не добивает его Феникс. Он сделал стычки, в итоге потеряли Смарк. Вот так вот. Ещё и Крепы могли добить Феникса, но Феникс у нас. Моджевайт. Курур у нас теряет, походу, на Медуин Локер. Не исключаю. Или же потому что тут у нас гонится Хаус Найт за Эфспиритом. Эфспирита, скорее всего, он догонит, потому что у него есть стат. Слаждар у нас также ещё забрал Феникс на топе, но... Ой-ой-ой, неужели Аспирит отсюда уйдёт? Неужели? Да ладно, не верю. Эфспирит, однако, отсюда ушёл, да. Я надеюсь, что Эфспирит заберут, а в итоге пришёл Слаждар, нашёл подвышечку, скорее всего, забрал у нас Феникс. Да, в итоге у нас безответных два фрага делает команда Фрайс. Ну, а ДК... Ой-ой-ой, как у ДК тут 28 крипов, может быть. Не верю, не верю. Да, Эфспирит, явно что-то в это раз ДК проиграл. У него не пошло. Хаус Найт 22 крипа, Эфспирит, всего 20. У Слаждарка 18, у Слаждарки. Да, вот такие вот дела у нас. Погибли, облаки, коргерой, командный, фарк. Нет, инвокер, он всё-таки выжил, так даже надо, если правильно. У нас саппорт Тогев вместе с одним, коргерой. Да, ну... Большие станки ещё не вылетают на Слухаус, на это вот. Макси, второй. Интересно. Ну да, дополнительный урон, в принципе, 140, почему бы и нет. Скрытые, вкачаны на дню ручку. В принципе, это нормально, адекватно. Так, я тут проглядел, у нас тут виск вамоку на ДК забрать инвокеры. Да, тут шарики, скорее всего, так неплохо заметили, если виск качал. Там, есть на дёрочку в качалах. Ну и тут за счёт ДК смогли всё-таки завалить инвокеры, забрали. Это нападение у нас идёт то ли на Славка, то ли на Сардаре, непонятно. Третье, две рыбёшки, не могут им купить слишком много нужно демоков. Сладар больше тут шансов, всё-таки, не за раптором наносит Сардаром больше дэмэджи, чем Мегасасар. Я бы так не сказал. Так, у нас тут гонится опять раз инвокера, уста ещё вот аккаунт не закончилось. Могут они ещё забрать Феникс, но Феникс, кстати, не попадает. А вот у них будет лезть. Это спорный вопрос. Ой-ой-ой, отлично попадает, Тарис Пулом. У нас Феникс, может ли он забрать у нас тут в Испании? Нет немножечко, не хватит дэмэджи. Так, аж у нас отправляется спокойно за руной, не парится, не забрал, не забрал, ничего страшного. Произвокерни. Да, ну и выками собирать отсюда уходить, ему нужно умыть. Здесь у него квас, почему бы не отхит? Плюс здесь регулировать здоровье. Так, на боте же у нас забрали всё-таки Экспирит, а здесь прольцо у нас в Хаус Найту. Есть у него бот, скорее всего, подобрал руку и забрал. Вот, докажет тут нас прорубать себе дорогу. Сейчас если инвокер блин. Близко подойдёт, дабл дэмэдж есть у ДК, просто быстренько разбирается он с инвокером. Хотя инвокер он скудснэп закинул вместе со страйком, но всё равно не вышло. Да, отлично так у нас от ДК зашла. Просто отличный. Был у него дабл дэмэдж. Ой-ой-ой, ну и кто так делает? Экспирит, ты мог сейчас отправиться вместе с инвокером, то я. Иди-ди-ди-ди, опасность. Уж больно много за инвокер, асурбательность ДК уже. ДК, по-моему, тут опережать у нас где-то на тысячу. Да, ну почти на две тысячи опережать у нас ДК по нетлорсам Бокера. Нехил, нехил. И по крепам всё ещё опережать даже хаутлайн. Да, влетает у нас тут Экспирит. Правда у нас ДК мог забрать его. Но, опять же, инвокер в это раз не попадает у нас с треком по ДК. И пока печалью ситуацию у нас на миду для команды Тим Станка. Опять очень сложный начал у нас. Пытается у нас тут забрать Слардар, прожимает стики. Веган не хватает, да всё-таки маный именно Станк. Так, однако тут Дезераптер пришёл на мид и забрал инвокера всё-таки, но при этом умер. Ну нет, всё равно это, конечно же, лучше, чем... Чем, чтобы заработал он у нас инвокер, что-то. Да, в итоге у нас... Самый смешной заработал и спелить побольше, чем на Дезераптер. Да, но, тем не менее, ДК мы снес вышку. Так что я явно в плюсе команды Прайс. Да, вот какие у нас делишки. Что у нас по графику? По графику у нас уже 3000 примусленных команды Прайс. По нетворцу, ухо-хо, 7500 по голде, то что есть. Вот это очень уже, в принципе, неплохое преимущество к 8-й минуте, я вон так-то... Такие, 1003, ну даже пи, там, но это ещё от игры у нас, в счёт того, что они уже две вышки потеряли, так и что и третью, в скором времени. В принципе, реально сломать, так как слаг всё ещё не имеет шестого уровня. Ну почему бы и нет? Так, решается у нас отправиться на бот команды Ким Сларк. Возможно, выход с маках сейчас. Да, так и происходит. Но Хаоса просто дэмор же не хватит. Есть у него же Армлет. К 9-й минуте. Есть ПТ. Есть восьмой уровень. Да, пока у Ким Сларк что-то игра не идёт. Слардар с Дезераптором тут разносим. Стоп. Но теперь Сларк приходится собраться вместе, чтобы направиться, в принципе, к ним к Хаосу. Но у него Армлет, это уже у него. Сколько там Армлет предаёт здоровье? Ну, в общем, огромное количество. КП у него где-то 1700. И так думаю, давай на руби хоть раз армлет. Не хочешь подорвать на Армлета. Ну ладно, чуть позже увидим. Ну я думаю, где 1700. Вот о чём я и говорил. Почти упал от 1 на топе уже. Сларк у нас, конечно, имеет шестую уровень. Но это влияет. Потому что драться ему просто нечем из него ПТ. Если у него почти аквилл. Понятно, то ли хочет он аквилл или нет. Арканы появляются тем временем у нас у Экспирита. Сларк же у нас отправляется в лес. К большему ничего не стоит. Да, ему бы не хватило бы... Топорь в общем, мы ему еще надо купить. Потому что фарм так будет идти достаточно. Дезераптор приобретает себе книжечку. Сейчас он получит за счёт неё 6 уровня. Ну, может там ещё один крип должен умереть. 425 XP. Чуть-чуть не хватит. Ну надо за одного-двух хрипов получить их. Да, ну теперь хватит на 6-й. Это довольно-таки важно. Так как ульта Дезераптору, в принципе, самые мощные в плане портов. Особенно с аганимом. Потому что не позволяет использовать предмет. Вот так лишним салом просто в начале игры не будет. Да, ну, конечно, есть минус армор у хаоса. Есть минус армор... Ой-ой-ой-ой, как быстро разорвали у нас Вингу. Напрыгнул у нас Сларк. В итоге у нас ставится отличный, в принципе, ульт от Дезераптор. Минус у нас Пеник. Не смог он развертиться. И у нас тут ДК продолжает разваливать у нас Сларк Даром инвокеры. Отлетает он, не попадает снова санстрайком. Сларк же у нас также отлетает. Сможет ли у тебя сюда Сперит Сларк? Однако и Сперит у нас смог забрать все-таки хаосы. Но это Тим Вайб. И команда Прайс у нас вносит Т2 на топе. Должна оснастить в мире. Заработали они у нас тут на 1000 голду больше, чем у Тим Сларк. Ну и где-то по 1300 ппф. Решили не замерзать, походу. А зря. Да, ну Сларк себе накопил все-таки на Блинк Даггер. 12-11,5 минус. Это отличный результат, я бы сказал. Так, а у нас приобретать тоже себе Блинк Даггер. Вот так вот. Два Блинк Даггера с Раскулицем Команды Прайс. Будет такая неплохая реализация у нас. Хаос везет тут урну у нас виспу. Наполнил его себе еще Боттл. Тоже неплохо. Ну что ж. Продолжно не давить возможно. Правда у Драгонайки Лерманы. Чему бы он не пошел за урну? Ему... У него тащил 500 на на Пул. Восполнил бы себе Боттл. А, он вообще пролетел на Боттл. Интересно, интересно. Сларк же у нас тут отправляется на Боттл. Пытается не найти кого-то. Думать, что есть Дезраптор 1. У Минвокера что-то в этой игре у крайне не летят просто санстрайки. Просто не везет. Как он попасть не может? А ячек, который постоянно уворачивается не во время файта. Что-то ему не везет. Вига же тут старается одна забегать в топ. Мне кажется, нужно ей лучше отойти, потому что она сейчас просто может умереть от Хаус Найта. Потому что залетает трехсекундочка. И у нас Вига просто умирает от шариков виска. Так, уязать Релакит, однако Хаус Найта не успел забрать виск. Ой-ой-ой-ой-ой, первый спел у него был в КД слишком. Только ушел в Хаус Найта оторвал. И распел на виск отсюда уже не уйдет, потому что цепляться просто не к чему. Однако залетает санстрайка, почему-то не попал в Сларк, я не понял. Прилетели вместе они с Дезераптором. Мне кажется, это была плохая идея. В итоге продают Дезераптора. А почему еще не догнать виска? В принципе, все на это шансы есть. Потому что вискуток просто забежать у нас до крипов, иначе он отсюда не уйдет. Какой еще встречает в Ингу, минус армор, Сларк напрыгивает, ну, виск послевает улететь к Слардару. Ну, все-таки, это какой-то был немножко странный, я бы сказал. Потому что я здесь просто прилетел с Дезераптором и сказал, знаете, чуваки, забирайте Дезераптор, так и не трогайте. И просто отдал Дезераптора. Ну, если посмотреть на Нету Ворс, это в принципе это разумно. Ой-ой-ой-ой-ой, какой ударный не с Хаос, когда накинул Слардар, это было жутко. Это был... Да, ну, Хаус Найт нас уже начинает собирать Бэк АБ себе. Дезераптор был? У нас в плачевной ситуации, если у него опять только транквил, но сам главный у него есть ульта. Это в принципе все, что нужно на данной стане. И Глимс тоже качественно, что-то так и есть. Ну, все, в принципе, пока большему ничего не надо. Опа, виск покупатель Витали Бустерс, и у него уже 1200 хп, он будет очень сложно перевалить. Четыре армора там же есть. А у Снайджа себе... Поновление прикупит, наверное... Хотя нет, зачем бы КБ, наверное, все-таки Сашу Ярс будет покруче. Так, стоит Варт, тут у нас у команды Прайс. Недавно был поставлен Дезераптор. Ой-ой-ой, у нас тут Дезераптор просто... Ой, отличный ульт ставит Дезераптор и просто неожиданно, я бы сказал. Просто сумасшедший дэмэдж ставит у нас. Ой-ой-ой, что сотворил Дезераптор? Он просто поставил Варт, развел. Симс Кларк просто на... Просто на смока, поражали смока, увидели Дезераптор и все четвером вокруг него скучковались, и просто Дезераптор поставил для четверых заборчиков ульту. Это было нечто, это было просто нечего. Снатих Шторм просто всех уничтожил. У Сларка бомбанула, он выкопился, и я не понял ничего. Попать, в файте все равно пока ничего не может делать, спасибо. Жирных героев Сларк. Сларк это не тот герой, который может их болеть. Нужно было в Све. Вендрик, я помню, в бане не был. Почему мы этого не сделали, не понятно. Ну, не знаю. Сейчас, в отличие от прошлой игры, призрачные шансы у Сларк. Влокер еще себе пока ничего просто не вывез, у него совсем понемножку всего есть. Но, не более. Феникс в очередной раз просто не может поставить и тьфу. Он просто... Курица, который не может поставить и тьфу, который размирают. У Кауса просто уже стрик. Фларк ничего сделать не может. Потому что там Блингдаггер 1, 2 и просто сидит друг друга догоняет и убивает. Да, как бы это ни было печально, тем Сларк у нас проигрывает эту карту за 16 минут. Просто... Ну, я бы сказал, они сами себя уничтожили. Потому что, ну, несколько было действий очень странно. Если они еще как-то могли, азадепт, я не знаю, там, творить какое-то чудо, как они сделали на прошлой карте, то здесь они просто с моими масловыми ошибками где-то начинают с 10-ой идут и просто себя похоронили. Ну, это Дезераптер, где я бы сказал, вот этот момент Дезераптер просто выиграл игру. Другого мне тут просто нечестка. Ну что, через некоторое время начнется у нас следующая игра. Далеко? Не уходите. Дальше. Продолжение следует...